Детская библиотека номер 9, округа Майская горка, представляет Северные сказки Произведения Валерия Синицкого подходят как для детей, так и для взрослых. Они вдохновляют, подают надежду, забавляют и утешают. Сам автор так сказал. Хочу, чтобы дети любили наш поморский край, и надеюсь, сказка в этом им поможет. Как рождаются сказки? Валерий Синицкий очень просто ответил на этот вопрос. Я начал писать сказки, когда воспитывал своих детей и внуков. Они просили меня рассказывать им истории про наш край. Я сочинял их на ходу, а впоследствии стал записывать. Милый друг, ты когда-нибудь видел, как весною река просыпается? Нет? Тогда слушай, я тебе расскажу. Не знаю, как у вас, а у нас на севере это просто сказка. Так начинается сказ о том, как река просыпается. Из сборника произведений Валерия Синицкого «Северные сказки». И вот еще что старики вспоминать любят. Когда река разливалась, вода в сене домов, в сарае и в бане заходила. Вместе с водой любопытная рыба заплывала. Когда ей еще можно будет поплавать по широкой улице или средь домов? Рыбе ведь тоже интересно знать, что в бане или сарае люди прячут. А смекалистые соломбальцы, зная нрав двинской рыбы, специально раскрывали двери в бане, сарае, дома или калитке в огородах. Сами же сядут возле окна, чаи распевают и ждут, когда вода зайдет. Как только вода заходила в сарае до бани, мужики двери закрывали. Рыба и хотела бы обратно уплыть, но двери-то заперты, ходу нет. Вода уходит, а у соломбальских мужиков в сенях, сараях, банях да огородах много рыбы разной лежит. Тут и щуки, и сеги, и сорога, и ерши, и корюшка, и навага, словом, всяко. В те дни, в чей дом не зайдешь, обязательно угостят тебя кулебяками, рыбниками, ухой. Правда, если ты нашинский, свой. В сборник «Северные сказки» входят авторские произведения о нашем замечательном северном крае. Сказ «Как река просыпается», «Марфин дом», «Путешествия часовинки», «Сказка про жука, караеда мужика и поморских парней», «Как я сказки искал» и другие произведения. Исторические события в них искусно перекликаются с вымыслом. Сказка про малые Карелы Рассказ о том, как на высокие холмы, где лес рядом, речка видна со всех сторон, когда-то давно пришли пустые брошенные дома из разных деревень, и остались там дожидаться своих хозяев. Окна к реке повернули, на повете замки отомкнули, вещи разобрали и в малых Карелах жить стали. О трех братьях-поморах, душой простых и добрых, а силы богатырской, вызволивших из плена трех девушек, превращенных в лебедушек злым волшебником, вы узнаете из сказа про Сямгозера «Трех девушек-лебедушек» до «Трех братьев-поморов». Сказывают, по тем полям да лесам, по которым братья домой возвращались после битвы с волшебником, до сих пор алмазы да золото находят. И Сямгозера под землю иногда уходит. Правда это или нет? Поезжайте да проверяйте. Вы помните, как заканчивается сказка про Снегурочку? Грустно, не правда ли? А знаете ли вы, что не вся эта сказка, а лишь начало? Оказывается, в Архангельске на улице Поморская живет теперь девочка Снегурочка. А кто-то ее уемляночкой зовет. Почему так? Об этом вам расскажет сказка Валерия Синицкого «Снегурочка». Гордость Валерия Синицкого «Сказка о Пенегоре». Это вымышленный герой, который постоянно заботится о ближних. Такого героя никогда не было и нигде не было, говорит автор. Пенегор – это пинежские горы. И недалеко, и не близко, среди лесов и болот бежит речка Пинега, омывая и полоская берега расистые, поля цветущие, пляжи песчаные. И среди этих берегов раскинулись у самой воды горы отвесистые, мрамором покрытые, красной глиной политые. А среди гор есть северные пещеры, глубиною не измерить, красотой не пересказать. И жил в этих пещерах одинокий мужичок-скаблучок. Шапка серая, брюки латаны, лицо смуглое, нос картошкою, сапоги гармошкою. Глазки, как у кошки, даже ночью светятся. Жил он одиноко. Людей и зверей не обижал, ягоды грибы собирал, но и в пещеру никого не пускал. Прикроет вход осокою, доветками и ловами. Грибники и рыбаки ходят рядом, а пещеры не замечают. Прочитав сказку про Пенегора, вы узнаете, почему старичок-лесовичок решил покинуть родные места и что из этого вышло. Читая книги Валерия Синицкого, вы побываете в чудо-городе Каргополе. В красивейшем месте, которое Красноборьем зовется. В селе Лишуконское, что стоит на слиянии двух красавиц рек Мизени и Вашки. На речке Яринги у самого Белого моря. Прочитаете поэтичную историю о Кельде и Кулое, о речных перезвонах на Пенеге, о том, как поморские парни жен выбирали и другие сказочные истории о нашем северном крае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова